Дорогой друг, для вас сегодня потрясающие скидки! Ну, конечно, честный. Вы знаете, только русские на Гутмонин отвечают «Ессс», я вам говорю. Серьезно? Да, я еще никогда не был так серьезен. Вы знаете, этот идиотский кризис, который вообще разучит евреев улыбаться. А что, у вас здесь тоже ощущается? Что как? Мне вообще кажется, что единственная страна в мире, которая кризис по барабану, это Москва. Вы хотели сказать «Россия»? Нет, я что хотел, то и сказал. Москва — это Москва, а Россия — это Россия. Ах, пожалуйста. Подожди, Дмитрий. Подожди, Дмитрий. А почему вы так выделяете Москву? Ну, хотя бы потому, как там справили Евровидение. А, ну и как вам? Что как? Клево? Я так думаю, что кое-кто очень неплохо погулял. Денег вбухано даже больше, чем вбухал мой сосед Мойша в свадьбу своей переспелой дочери. А как вам результат? Как? Дочка таки попала в хорошие руки. Да нет, подождите. Я про Евровидение спрашиваю. А, все закономерно. Победил фейерверк. Да, косил. А вы сами-то за кого болели? Да там без вариантов, за нашего. О, так и я за нашего. Почти, а ваш это который? Да, конечно же, Саша Рыбак. Минуточку. Я тоже за него болел, но только он ведь не ваш, а наш русский. Кто же спорить? Но с какого перепугу наш мальчик из Норвегии вдруг стал вашим? То есть, то есть, как это стало? Он и был нашим? Хорошо, по каким таким признакам? Да по всем, по рождению, поведению, по одежде, наконец-то. По одежде, говорите? Это по белой рубашечке, черной жилеточке? Вы мне не делайте смешно. Чистый, аккуратный мальчик. У белой рубашечки, черной жилеточки, со скрипочкой, и вдруг не наш. Да, конечно, не ваш. Да у него белорусские корни, папа, мама. Значит, он наш, потому что русский и белорусы, это практически одно и то же. Да кто же спорит? Но запомните сами и передайте всем своим. Только у еврейской мамы есть столько терпения, что сыну уже 23 года, а он продолжает играть на скрипочке. Да я вам говорю. Слушай, вы что-то я не... Ну, а вы слышали, как он по-русски говорит? Как на родном. Так это что, таки до? А что нет? Так я вам скажу. Лучше всех разговаривает по-русски кто? Кто? Правильно. Михаил Михайлович Жваневский. Ваш президент сам дал ему за это недавно роскошный орден. Подождите, да рыбак в Норвегии живет всю жизнь. Какой он ваш? Да кто же спорит? Кто же спорит? Но на южном берегу Северного Ледовитого океана мерзнет во льдах столица Чукотки, город Донаток. Вот уже 20 лет Беня Гольфштейн заведует культурой и торгует моржовыми клыками. Он тут недавно был навестит родителей, я ее увидел близко, как вас. Да при чем здесь ваш Беня? А при том, что за 20 лет жизни на севере у Бени пробилась лысина, побелели пейсы, увеличился шнобель, но он так же стал похож на Чукчу, как я на Мерлин Монро. Это вы к чему вообще? А к тому, что можешь хоть всю жизнь прожить в Норвегии или, прости господи, в Африке и не стать от этого ни норвезстым, ни негром. Так, вас послушать, так Дима Билан тоже ваш. Ни в коем случае. Ну, хотя бы. Ни в коем. Но! Вы знаете, в Америке есть такой известный певец Боб Дилан. Он у них такой же известный, как у вас русский певец Розенбаум. Ну и что это Дилан? Вы слушайте сюда, я прочитал в одной очень уважаемой мною газете, что Боб на все 300% наш, чтобы он был здоров. А теперь подумайте сами. Если Дилан на 300% наш, то почему Билан не наш хотя бы процентов на 100%? Это не может быть. А как же таки, когда Дима выступал на Евровидении, помните, кто стоял с ним рядом и делал песни красиво? Аккуратный мальчик в белой рубашечке, черной жрецочке и, между прочим, играл на скрипочке. Я что-то не понимаю, вы что, действительно отправили смс-ку за вот этого вашего кандидата? О, кстати, хорошо, что напомнили. Я прошу прощения, можно у вас одолжить ваш телефон? Я свой дом забыл на кухне. Пожалуйста, только поздно, уже все закончилось. Вы знаете, молодой человек, для хорошего дела никогда ничего не поздно. Подождите, куда ты тут нажимаешь? Ну вот сюда вот пишите номер, дальше текст, а потом эту пимпочку нажимаешь. Слушайте, что вы меня учите, как работать с телефоном? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. О, так и полетело. Размейте. Голосование закончилось 3 месяца назад. Да что мне ваше голосование? Я своей жене послал месяч, что буду скоро на обед. Голосование. А я уже думал, вы действительно в Норвегию поздравления послали. Нет, вы знаете, сейчас не время. В Норвегии сейчас траур. Здравствуйте, какой траур? Там праздник целый год. Это у мальчика праздник, а у их правительства траур. Ну сами подумайте, где им взять столько денег, чтобы у них получилось не хуже, чем у вас в Москве. Найду их где-нибудь, они же там чем-то занимаются, семгу ловят. Друзья, рыба моя дорогая, нету у моря столько семги, чтобы устраивать такой фейерверк. Да, так что вам предложить, дорогой мой друг? Спасибо, ничего не надо, я пойду. Вот такие, вот такие слезы покатятся у ваших друзей от зависти, когда они увидят, какую изумительную вещь я отдал вам за даром. Да нет, не надо мне, спасибо. Я говорю, идите сюда и будете помнить всю жизнь мою доброту. Да не надо мне ничего. Я говорю, я же все равно вам отдам. Да же ничего не надо, я вам отдам. Спасибо. Спасибо. Владимир Данилец и Владимир Борисченко. Не ходите, не ходите, мой доченький, не усаживайтесь, не усаживайтесь. Спасибо. Дело в том... Я слышу вас, слышу. Дело в том, что я хочу сняться. Моя доченька реально будет сфотографироваться. Сняться. Ну конечно, можно и так. Нет, ну можно и сфотографироваться. Хорошо. Скажите, у нас фотография высшего язряда. Вы здесь непонятно. Какой снимок вы хотите? Дело в том, что я хочу жениться. Поздравляю вас. А моя будущая девушка, невеста, меня еще не видела. Что? А я хочу им послать фотографии, и ей понравится. Очень, конечно, вы пришли по адресу, мы вам сделаем великолепный поэтед. Итак, я слышу, какой снимок вы хотите? Знаете, я вот хотел бы быть похожим на киноартиста. Хорошо. Нашего киноартиста российского кино. Хорошо. Такой красивый он. Как же? О! Да, Фредди Крюгера. Из кинофильма не родись красивой. Ну хорошо. Я думаю, сделаем как до рекламы. Хорошо. Интересно. Хорошо. Внимание, моя доченька, приготовились, не дышать. Стоп. Да? Моя доченька. Да-да. А что у вас с яйцом? Плосёная эмаль на с яйцом? А, вы это ими. Ну, нормально. Вы не обращайте внимания. Это у меня наследственное. Бабушка, дедушка, папа, мама и друг. Ну, вы понимаете, что на фотографии тоже, может быть, можете поучиться, что это такое. Нет, 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 я должен быть только красивым. Ну, тогда успокойте яйцо, и всё будет понятно. Внимание. Приготовились. Не дышать. Сейчас отсюда выедете. Так, стоп. Да? Моя доченька. Да? Но вам же нужно уебнуться. Ну, что вы так сводите на меня? Извините, но я уже деньги заплатил. Да... Ну, сейчас, как вам не стыдно? Что вы имеете... Как вы мне... Я имею в виду уибку. А-а-а!